Вот это и рабочий день. На нашей планете отмечается очень значимый день, это день явления Господа Рамы. И сегодня наша с вами программа на самом деле будет не столько, скажем, лекционной и так далее, она действительно будет посвящена ритуалу и воскновению Господа Рамы. Проводить этот праздник будет яргию Брама, с вами Мишвашара Дананда. Это Брама, который имеет посвящение тоже в Альшрамской традиции. Вот сейчас они после всех необходимых приготовлений двигаются в нашу сторону. То есть у нас с вами предстоит такой ритуал Агни-Котра. То есть насколько здесь мы сами сможем это сделать, это будет, конечно, не костер, но тем не менее. И чем же действительно значим сегодняшний день? Считается, что Господь Сам является как Личность в те периоды на нашей планете, когда уже действительно попираются законы нравственности, законы бытия, законы творения, когда населяющее население планеты перестает следовать законам, перестают наблюдать нравственные принципы. И тогда Сам Господь является именно для того, чтобы вернуть это знание, для того, чтобы показать и восстановить практически все действие законов. И пример явления Господи Рома, он поистине является уникальным, потому что он своей жизнью в теле человека показал все виды выполнения хармы для своего толка. Скажите, кто не знаком вообще с таким произведением, как Ромаин, или у нас здесь все, только мы как бы никогда не стесняемся, то есть все знают. Я послушаю. То есть есть действительно величайший, его можно, ну скажем, в современной классификации отнести к Ацепос, но на самом деле это жизнеописание того земного пребывания Господи Рома, которое непосредственно повествует о том, какие события в его жизни происходили, и о том, как действительно полностью соблюдая свой долг, надо следовать и выполнять, и преодолевать какие-то обстоятельства жизни и так далее. И действительно его пример, сегодняшний день, кстати, как правило, заключается именно в том, что читается это произведение Ромаина в таком состоянии медитации, размышления на вот эти все этапы жизни Господа Рома. То есть родился он очень благочестивой семье, семье царя, но далее, конечно, к сожалению, не будет возможности пересказать, потому что несколько значительных очень периодов жизни было отражено в этом эпосе, но действительно поразительный сам пример, как он выполнял долг сына, как он выполнял долг мужа, как выполняла его супруга, вечная спутница Сита в этом воплощении, она была Ситой, да, как она выполняла свой долг, как действительно преданы были миссии царя, его брат Лакшман. И события эти разворачивались действительно настолько вроде бы на трагической платформе, потому что действительно невероятные испытания. То есть если смотреть нашим умом на эти события, то кажется, что все, что происходило, оно должно было иметь совершенно другую реакцию, потому что так вот взглядом обстоятельств, события крайне несправедливые, ну крайне. То есть он, будучи законным наследником, лишается трона, потому что в свое время его отец дал обещание одной из своих жен, что когда ей понадобится, скажем, что-то от него выполнить, он это исполнил. И, конечно, когда Рама уже должен был воздвигнуть на престол, именно этот момент и настал, потому что другие ее два сына не были бы наследниками. Она именно в этот момент, вообще, в принципе, пренебрегая всеми другими обстоятельствами, попросила именно об одном этом желании, что на престол должен войти ее сын. Вот. И отец, будучи царем, потому что что такое слово царя, что такое вот это понятие исполнения долга, исполнения своих обещаний, своих клятв, да, то есть в современном мире мы видим, что слово, по сути, ничего не стоит. То есть мало кто эту способность сохраняет, и мало кто следует тем обещаниям, которые тогда-то были даны. Тем более в таких, ну, обстоятельствах, когда все является против, да, ну, это несправедливо, да, требовать такой реализации вот этого обещания, когда действительно нет ни качеств у наследников, ну, в противовес тому, что всеми этими добродетелями был наделен Рам, и все жители этого царства абсолютно боготворили его, и никого, кроме него, на престоле не видели. И тем не менее, вот это слово, да, этот обед, который был дан царем, он не рушил, то есть невозможно нарушить клятву, которая была дана царем. При этом следующее условие было, понимая, что значимость Рамы несопоставима, и что будут возмущения у жителей царства, следующее требование было, чтобы Раму изгнать в лес. При этом он только совсем недавно была сыпрана свадьба с Титой, да, то есть нужно на 12 лет было изгнать его в лес. И это, соответственно, требование, которое еще более разрывало сердце, скажем, и матери Рамы, и жителей Агенты, но имея невероятное почтение к своему царю, к своему отцу, и, опять-таки, вот это беспоснительное внимание, что значит долг, что значит честь, да, Рама с абсолютным смирением принял вот это изгнание, при этом вместо вот этого, скажем, ожесточенного сердца он имел невероятное сострадание ко всем, кого он вставляет в этом царстве, и, ну, шаком он не думал, он не думал, конечно, о том, какие там скитания, и какие обиды могли бы возникнуть, вот, скажем, у многих из нас. Ну, как вот это все принять с позиции, да, обстоятельств, причем не ожесточившись, не, скажем, не ища виновных, не осуждая никого и так далее. И это было только начало, фактически, событий, потому что далее были действительно очень трагичные события по тем обстоятельствам, что его супруга была тоже украдена демоном. Времена еще были таковые, когда мир был очень разделен в проявленной форме на демонов, и на, ну, то есть, демонизм и благость, оно было проявлено, и это сейчас в Кали-Югу мы все имеем смешанную природу, то есть у нас и те и другие качества проявлены, но они скрыты, в то время как в те времена это было очевидно, то есть демоны жили демоническими принципами, да, и тоже были очень могущественны, просто их, скажем, да, природа заключалась в том, чтобы наслаждать самих себя, чтобы возвышать самих себя, и чтобы, по сути, могущество и так далее приобретать только для личных целей, то есть это, в общем-то, ну, скажем, квинтенсенция вот этой демонической природы, в то время как другие жители планеты, они были как раз настроены на жизнь и по принципам бардашного бадхармы, то есть это богоцентричная система, и это любое действие, любое, фактически, труд, сама жизнь, она была как служение кому-то, да, и обязательно соблюдение как раз-таки вот принципов служения Господу. И, действительно, это настолько значительный пример для всех, для нас, потому что просто читая это произведение, и размышляя о всех вот этих перипетиях, о всех этих обстоятельствах, и самое главное о том, какая, ну, какое поведение было, несмотря ни на что, как вела себя Сита, да, это вечная спутница Господа, да, вот в этом воплощении Сита, да, как смиренно она приняла все эти степени, как она совершенно без тоже всяких размышлений отправилась в лес вместе с Рамой, да, то есть представьте, дочь царя, да, у которой всегда было в служении, ну, неограниченное количество, да, там, и помощниц, и служб, и тут изгнание полностью, то есть просто весной чаще, да, совершенно в изоляции, да, от всех своих очень, там, тоже дорогих, и подруг, и родственников, и так далее, то есть, ну, вот, зная, что для, вот, даже нынешней индийской женщины значит вот это вот общение, этот калейдоскоп, ну, общение с женщинами, да, с родственниками, да, это, ну, можно сказать, это их все, да, то есть невозможно женщину просто, ну, предполагать, что она, ну, будет счастлива, если ее лишить вот этого, этой возможности, как говорит Олег Иванович Тарсунов, почирикать, да, пообщаться с кем-то и тут, все абсолютно, скажем, отвергается только для одного, для того, чтобы она продолжала выполнять свой долг, будучи женой, будучи супругой Господа Рамы, и при этом тоже не вы, ну, никоим образом не имея никакого ожесточения в сердце, никакого осуждения, третья личность, которая очень проявлена в этом эпосе, это брат Господа Рамы, это Лакшман, который тоже выразил, ну, такой пример абсолютной преданности, и во всех ситуациях, вот этих трагичных в жизни, жизни Господа Рамы, он всегда его сопровождал, он бесконечно был ему предан, он фактически проявил себя и как воин, сражаясь с этим демоном, то есть там действительно в такой гротеской форме представлен для нас образец о понятии долга, о предназначении, как надо выполнять свой долг, и несмотря на то, что эти события были несколько тысяч лет назад, они не только не правили свою актуальность, но они, по сути, ну, сегодня как никогда становятся актуальными, потому что действительно в обществе, наверное, этот стержень понимания долга и обязанностей выполнения долга достаточно потери. И действительно о самом, ну, вот этом опыте, этой жизни можно рассказывать бесконечно. Еще одна очень значительная такая фигура этих событий – это Хануман, то есть многим он известен, ну, это одно из центральных божеств в ведических традициях, и чем этот царь обезьян, то есть он, скажем так, стал действующим лицом как раз в период, когда нужно было найти ситу, которая была украдена демоном Раваной, и когда состоялось это сражение на Ланке по освобождению эститы, и Хануман, он особо чтится всеми, кто хочет достичь отношений с Господом, по какой причине? Потому что для него вообще не существует никакой другой цели и смысла жизни, кроме любовь к вот этой божественной паре, к храме и к сите. И вот есть очень много изображений Ханумана, когда он изображается, вот, ну, царь обезьян, то есть он изображается вот в этой форме, у нас Хануман, наверное, не... А, вот, да, то есть у нас есть на алтаре Хануман, Джай Хануман, да, и он очень часто изображается, когда он разрывает себе грудь, да, и вот в этом, ну, вот в этом ране, на самом деле, на месте сердца рамы и сит, то есть нет ничего в его сердце, кроме вот этой божественной мечты, и кроме любви к ней. То есть вообще вся его жизнь, вся его... ну, вся его миссия и смысл его жизни – это только служение ей. И, конечно, вот просто видя такую невероятную преданность и такой вот, ну, по сути, одухотворенный образ жизни, невольно нам этот вкус тоже передается, невольно мы начинаем себя тоже сканировать и смотреть вообще, а какая частичка нас, да, вот так созвучно, да, вот этим вечным, действительно, слугам Господа, да, вот насколько мы тоже, ну, способны проявить вот такую преданность, такое служение и так далее. и, ну, радует то, что хотя бы нам эти знания остались, да, и у нас есть этот, действительно, образец и вот эта возможность изучать, изучать эту же удивительную жизнь, изучать вот эти обстоятельства, и, безусловно, размышляя над этим, в случае, когда к нам в жизнь приходят какие-то, там, скажем, обстоятельства, где надо делать выбор в пользу того или иного поведения и реакции, да, очень здорово, когда у нас есть вот такие примеры перед глазами, потому что многое, кажущееся нелогичным, да, наоборот, ну, реализуется, потому что это правильно, да, так велит нам долг, во-первых, действительно, есть возможность понять, в чем он заключается, потому что эти знания тоже, они, видите, к сожалению, утрачиваются, то есть, если, ну, посмотреть, скажем, на те знания, которые мы можем получить просто в социальной среде, там, в образовании их деды, то вряд ли они будут нам говорить о долге перед родителями, о долге перед нашими учителями, да, и о долге перед Господом тем более, да, но никто не отменяет этого долга, и именно выполнение долга будет являться критерием, насколько мы будем счастливы и насколько мы будем действительно осознаны в этой жизни, вот, но это требует изучения, эти все вопросы, они не являются у нас, ну, скажем так, естественными, да, потому что, в принципе, наша природа, говорится, что мы, естественно, только способны деградировать, то есть, нам без усилий над собой, без, действительно, опоры на такого рода священные писания, на такие примеры, мы бы сами были действительно склонны к совершенно другим действиям, и в большинстве случаев, ну, ситуация была бы, конечно, ну, если вот просто предложить вот эти обстоятельства, и как бы ты поступил, то в большинстве случаев понятно, что кажется, что, что такое, там, не сдержать слово, когда это не является благом, да, или что такое, там, отказаться от наставлений родителей, когда они, ну, скажем, да, кажутся нецелесообразными, и так далее, да, то есть, в этом, конечно, просто удивительная роль такого примера жизни, и, вот, не знаю, могу только, скажем так, выразить какое-то обращение на предмет того, что действительно, найдите, пожалуйста, возможность, и, ну, удивите время для того, чтобы изучить, прочитать эту книгу Романина, изучить этот удивительный опыт, потому что он на самом деле обладает, ну, не только познавательным таким смыслом, это, безусловно, можно сказать, исцеляющее произведение, исцеляющий пример, потому что в нем действительно проявлена вся вот эта добродетель, вся эта сила Господа, и когда мы соприкасаемся с такого рода вот примерами его жизни, то мы, безусловно, и сами невольно меняемся и становимся поближе к Богу, да, поэтому я вижу, у нас сегодня уже присутствуют гости, с вами сейчас уже должен, видимо, тоже совсем подъехать, да, сейчас уже подъехал, отлично, отлично, вот, простите, я не готовилась сегодня к какому-то вступлению, потому что действительно у нас сегодня есть возможность в гостях принять почетного гостя, можно сказать, да, с вами Вишвашарда Ананда, очень мы рады, что он откликнулся на наше предложение и сегодня проведет вот ритуал в этот день, потому что ритуалы тоже, они имеют очень глубокое такое воздействие, фактически, на осознание, такая очень значительная самскара, можно сказать, да, в жизни всех участников, потому что это очень тонкая энергия, которая тоже нас гармонизирует, устраивает, устраивает образом, и участие в ритуала всегда очень благоприятно, и, не знаю, на собственном опыте могу сказать, что, пожалуй, вот так вот только от ритуала к ритуалу можно себя поддерживать в таком, ну, каком-то гармоничном состоянии, очень значительная, действительно, практика, вот, и замечательно, что сегодня квалифицированный фрамом у нас сегодня проведет ритуал Господу Раме. Что еще сказать об этом дне? Конечно, по сей день в Индии этот день чествуется, он очень значительный, и очень много последователей Господа Рамы. То есть, это действительно традиция живущая, и многие, скажем, много храмов, хануману, то есть, в течение путешествия по Индии всегда можно видеть, как люди осуществляют свои поклонения, потому что считается, что действительно связь с Господом легче достигнуть, если мы поклоняемся его непосредственным слугам. То есть, это для нас такой рекомендованный путь, потому что напрямую обратиться к нему, ну, есть такая субординация, можно сказать, наверное, как бы так, но именно его слуги особенно желанны для него самого, и, соответственно, когда мы им оказываем почтение, то для нас вот эта вероятность увеличивается, да, и все, я уже сбилась, потому что как раз очень хочется передать вам всю полноту видеть.